В Алматы вынесли приговор. Убийцы гастроэнтеролога, пациента, который расправился с врачом Юрием Шумковым, отправили в тюрьму на 18 лет. Также Нуржан Турсынбаев должен выплатить каждому члену семьи потерпевшей стороны по 15 миллионов тенге. Гособвинение просило для подсудимого 20 лет лишения свободы. За громким процессом все это время внимательно следила корреспондент КТК Бакатгулёкасова. Громкий судебный процесс по делу об убийстве гастроэнтеролога Юрия Шумкова подошел к концу. Следствие удалось доказать. Жестокое преступление совершил один из пациентов врача. 36-летний Нуржан Турсынбаев. Каждый раз в зал заседания подсудимого либо за насилие, либо он участвовал в слушаниях из СИЗО, но тоже лежа. Адвокат уверял, якобы его подзащитный не может сидеть по состоянию здоровья, но потерпевшая сторона заявляла, Турсынбаев – симулянт. На одном из слушаний обвиняемый частично признал свою вину и попросил прощения у родных Юрия Шумкова. Сегодня подсудимый был немногословен, он молча выслушал приговор. Нуржан Турсынбаев получил 18 лет тюрьмы. Турсынбаев Нуржан признан виновным по статьям «Убийство, угроза, незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Трагедия произошла в апреле. Мужчина застрелил Юрия Шумкова из охотничьего ружья на автостоянке в центре города. Убийца попал врачу прямо в голову. Как удалось доказать следствие, Турсынбаев основательно готовился к преступлению. Он следил за своей жертвой и заранее приобрел ружье. Оказалось, на жестокую расправу пациент решился из отчаяния. Якобы во время зондирования Шумков травмировал ему гортань. Но Жану Турсунбаеву предстоит отбывать наказание в колонии максимальной безопасности 18 лет. Он обязан выплатить членам семьи врача по 15 миллионов тенге за моральный вред и 4,5 миллиона за расходы на погребение. Суд учел частичное признание вины подсудимого и наличие трехлетнего ребенка. Будет ли осужденный обжаловать приговор, пока не ясно. Бахатгуля Касова, Алмаз Абдешев, КТК, Алматы.